Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Александр Тика и вы снова на моем канале. И сегодня у нас будет на обзоре переходное кольцо для советских объективов с резьбой М42. Для фотоаппаратов Canon, системы EF и EFS. В общем, заказал я для чего? Все очень просто. Нашел я у тестя, значит, вот такой вот советский объектив. Который называется у нас Helios 44.2. И я не мог его использовать на своем фотоаппарате Canon без переходника. Но по отзывам объектив этот довольно неплохой. И я решил рискнуть и заказать к нему, собственно, переходное кольцо, либо переходник, называйте как хотите. Собственно, адаптер. Названий много ему можно придумать. Но суть у этого всего одна. Итак, давайте же мы вскроем нашу посылочку, дабы посмотреть, как именно выглядит данный переходник. Ну, собственно, я-то уже знаю, как он выглядит. Я перед этим переходником заказал точно такой же, но немножко не такой. Разница была в том, что переходников таких очень много существует. Какие-то из них программируемые, какие-то непрограммируемые. И вот в этот раз я заказал хороший программируемый переходник. Почему? Потому что, собственно, мой прошлый переходник, он, конечно, подходит для большинства, собственно, фотоаппаратов Canon. Но, учитывая, что у меня Canon 700D, также фотоаппараты Canon 5D Mark III, 6D, по-моему, 650D. Они уже немного более новые, фотоаппараты, и на них не подходят переходники начальных ревизий. Список фотоаппаратов, на которые не подходит переходник, самый простой и дешевый, я приложу, собственно, в описании. Или, может быть, вот здесь, вот вы увидите этот список. На все, абсолютно, на все остальные фотоаппараты Canon самый дешевый переходник подходит. Но вот этот переходник, который заказал я сейчас, вот вы видите его у меня в руках. Он, мало того, что подходит абсолютно на все, без исключения фотоаппараты Canon, так он еще и программируемый. Что я хочу этим сказать? Под программированием я понимаю, что вы можете задать, собственно, прописать в настройках вашего фотоаппарата, собственно, диафрагму вашего объектива. Также, помимо диафрагмы, вы сможете задавать фокусное расстояние вашего объектива, и все эти параметры будут потом адекватно отображаться в свойствах вашей фотографии. Если же вы этого не сделаете, будут отображаться настройки по умолчанию, которые заводом-изготовителям были запрограммированы в этот чип. На первый взгляд, я вам уже могу сказать, чем отличаются программируемые и непрограммируемые чипы. Вот здесь, вот на элементах чипа, вот эти вот такие пятачки, пластиночки, на программируемых переходниках, я вам сразу могу сказать, что они расположены в одну линию. На непрограммируемых переходниках они расположены в хаотичном порядке, собственно. Бывает такое, кстати, что чипы вот эти вот криво клеят, и на них выскакивает, собственно, ошибка, когда вы соединяете данный переходник с вашим фотоаппаратом. Я надеюсь, что мне повезло, и мой переходник будет без брака, полностью рабочий. Я вам уже сказать визуально могу, что выглядит он довольно неплохо и очень тяжелый. По сравнению с тем первым переходником, который я покупал, он очень тяжелый. Тот был у меня, во-первых, черный, уже визуальное отличие. Во-вторых, там, скорее всего, был какой-то порошковый материал, прессованный. Тут же видно, что это точеное изделие, и оно выполнено очень качественно. Резьба вот прям хорошо обработана, без всяких заусенцев, хорошо все почищено. Пришло оно в коробочке, в отличие от прошлого. А, кстати, в решу. Прошлый тоже пришел в коробочке, но без опознавательных знаков, просто белая коробочка, на которой была написана, собственно, М42ЕФ. Тут же мы видим, что помимо ЕФ написано еще ЕМФ. Это то, о чем я вам говорил. Это значит, что у нас наш переходник, он программируемый. Итак, давайте же, собственно, попробуем. Я вам покажу, каким образом можно наш переходничок накрутить на фотоаппарат и на объектив. Для этого нам, собственно, нужен советский объектив с резьбой М42. Их огромнейшее множество, на самом деле. Практически в каждом доме. Если у кого-то папа, дедушка, старший брат были фотолюбителями в советское время, у вас наверняка в доме завалялся какой-нибудь советский неплохой фотообъектив, который снимает не хуже, а в некоторых случаях может быть даже и лучше, чем современные недорогие объективы. Итак, давайте я вам покажу. Собственно, снимаем штатный наш объектив с фотоаппарата. И теперь вот, когда мы накрутили переходник на наш объектив, мы должны выставить наш переходничок вот этой меткой красненькой, соответствующее место на нашем теле фотоаппарата. И после того, как мы это сделали, просто взять и до щелчка закрутить. Вот, собственно, крышечка у меня спала. Вот так вот это все выглядит. Ну, не совсем, конечно, хорошо, что серебристый переходничок, хотя с другой стороны, я думаю, особо внимания привлекать это не будет. Я хотел, конечно, черный, но по отзывам я заметил, что на просторах Алиэкспресс больший процент положительных отзывов именно у вот таких вот серебристых переходничков фирмы PIXCO. Если я правильно прочитал, если нет, поправьте меня в комментариях. Ну, и теперь попробуем включить наш, собственно, фотоаппарат, дабы убедиться, что объектив работает с данным переходником. Смотрите, сейчас мы попробуем. Ну, уже как бы неплохо, что меню открылось, потому что на прошлом переходнике выскакивала ошибка Error 01, которая говорила нам о том, что это ошибка связи объектива с фотоаппаратом, и нужно было проверить, собственно, контакты одного и другого. Именно поэтому я продал тот переходник. Он подходит, как я уже сказал, на все фотоаппараты Canon, кроме новых. У меня относительно они старые, поэтому мне не подходит. Ребятки, ну и давайте проверим, на самом ли деле программируемый наш переходничок. Для этого, собственно, нам нужно зайти в режим программирования. Я вам сейчас покажу небольшой кусочек. Все очень просто. Нам нужно диафрагму нашу перевести в положение. 64, сделать снимок. Далее перевести в положение 57, опять же сделать снимок. И теперь на отметку опять 64. И опять сделать снимок. Собственно, мы уже зашли в режим программирования. И теперь, если у нас программируемый переходник, то диафрагма должна опуститься до F1.0. Смотрите, как видите, F1.0. Есть у нас такая отметка, что свидетельствует о том, что наш чип на самом деле программируемый. Ребятки, если вы захотите, пишите в комментариях. Я вам покажу более детально, как программировать. Фокусное расстояние нашего переходника под конкретный объектив. Далее, значение диафрагмы, как запрограммировать. И смещение фронт-бэк фокуса, если у вас таковой есть на вашем переходничке. Это все полезные функции. И именно за это и ценится данный переходник. Так как на нем вы сможете все эти параметры запрограммировать. И они будут адекватно отображаться у вас в свойствах ваших фотографий. И, собственно, вы всегда будете знать, каким объективом, с какой диафрагмой и на какое фокусное расстояние была получена данная фотография. Плюс, помимо этого, также немаловажно, что если, собственно, на непрограммируемом переходнике у вас будут какие-то проблемы с фокусировкой, вы уже ничего с этим не поделаете. На этом же переходнике вы всегда можете что-то более детально подкорректировать под себя. И я думаю, что это самый главный плюс данного переходника. В описании под видео я, собственно, ссылочки приложу и на дешевые переходники. Есть даже такие переходники, которые вовсе без чипа. То есть при помощи такого переходника вы сможете фотографировать только через Live View. Собственно, фокусируясь только по вот такому видоискателю внешнему через дисплей. Но у вас не будет звукового подтверждения, когда вы фокусируетесь через видоискатель основной вашего фотоаппарата. Также, как я уже сказал, я приложу ссылку на дешевый переходник, который подходит на большинство фотоаппаратов. И помимо этих двух я приложу еще и свой, который довольно неплохой. Один из лучших, я бы даже сказал, переходников. Он, правда, стоит немножко дороже, но, как я уже сказал, у него есть такое достоинство, как возможность программирования данного переходника. Ребятки, вот такой получился обзорчик. Я надеюсь, он был полезен для вас. И теперь вы будете знать, для чего, собственно, нужны переходники и как дать второе дыхание, собственно, вторую жизнь вашему старенькому, хорошему советскому объективу, если у вас таковой есть. У меня, кстати, помимо вот этого штатного 1855, есть еще и... И, собственно, сейчас я вам покажу, где-то у меня есть объективчик полтинничек второй ревизии, 50 со светой силой 1.8. И я вам хочу сказать, что эти объективы очень близки по своим, собственно, фотографиям, которые получаются при помощи этих объективов. Но Canon, он стоит, как минимум, раз в 6-8 дороже, чем советский объектив. Поэтому я рекомендую вам, собственно, как говорится, малой кровью получить примерно одинаковые по качеству фотографии, но меньшей ценой. Вы можете купить советский объектив и вот такой вот не очень дорогой переходничок и получать прекрасные фотографии, которые вы, кстати, можете сейчас увидеть после того, как я закончу данный обзор. С вами, как всегда, был Александр. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok